Иногда названия произведений настолько хороши, что хочется сразу начать читать книгу, даже ничего не зная о содержании или авторе. Например, произведения Мэри Энн Шефер и Энни «БРУС Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Или «Сто лет и чемодан денег в придачу Юнасона». В дом престарелых прибывает на торжественный обед по случаю столетия господина Карлсона местный начальник. Но нелюбящий шумихий юбиляр вылезает в окно и исчезает. За первый час свободы он успевает ограбить бандиты и теперь за стариком гонятся и полиции, и бандиты. Заинтриговали? О литературных новинках узнаем прямо сейчас в эфире «Читай город». Доброе утро, Севердвинк, с вами «Читай город». Любителей, пожалуй, одного из самых популярных и известных на сегодня японских писателей Харуки Мураками порадует его новый сборник «Мужчины без женщин», вышедший этой осенью. К слову сказать, сборник с таким названием уже был в истории, и вышел он из Петера Эрнеста Хемингуэя. Для Мураками вообще характерна подобная культурологическая игра. Он любит соединять в своих текстах «Восток» и «Запад», «Японию», «Кавку», «Хемингуэя», «Битлз». Сборник насчитывает шесть историй, каждая из которых про потери мужчинами своих женщин. Как и многие произведения писателя, рассказы проникнуты светлой грустью и трогательной сентиментальностью. Люди самых разных возрастов, от 20 до 60, лишаются любви. Мечты юных лет возлюбленной жены. У них разные особенности отношений, но итог один. Потеря любимой женщины лишает душевного равновесия, выбивает из привычной колеи и мгновенно превращает уверенную и распланированную жизнь в одиночное брожение вслепую. В аннотации к сборнику приводятся такие слова профессора Токийского университета Митсуёси Нумана. После прочтения подсознание остается блюзовая тоска от невозможности мужчинам и женщинам, пусть даже самым близким, понять души друг друга до конца. Современные люди, потерявшие веру в богов и собственное предназначение, развили в себе так называемый орган одиночества, помогающий им врать даже тем, кого любишь всем сердцем. И избавиться от этого продукта душевной имитации уже просто не в состоянии. Ну а те, кто ждет немного волшебства в обычной жизни, непременно заинтересуют завораживающий роман Сюзанны Кларк, Джонатан Стрэндж и Мистер Норро. Безупречная литературная сказка для взрослых. Данное произведение – грандиозная стилизация под классический роман 19 века, но при этом описывается альтернативно викторианская Англия времен наполеоновских войн. Эту книгу Кларк писала больше 10 лет и она достойна множества литературных премий. Сюзанна Кларк мастерски вплетает волшебство в исторические реалии, убедительно воспроизводит особенности показываемой эпохи. Когда-то страна была полна магии, она играла огромную роль, но эпоха ее расцвета давно миновала. Практикующих волшебников совсем не осталось, зато теоретиков болтунов – целая толпа. Но вот в Англии начала 19 века появляются двое истинных магов – сухой, тщеславный, нелюдимый эгоцентрик Мистер Норрл и гениальный, порывистый, добродушный, немного легкомысленный Джонатан Стрэндж. Поначалу они становятся друзьями-единомышленниками, хотят вернуть магии былое величие, помогают британскому правительству в борьбе против Наполеона. Однако затем их дороги расходятся, и начинается острое соперничество, которое соглупляется кознями третьей силы – коварным древним народцем Фейри. Арман Кларк – своеобразная литературная игра. Перед нами книга, как будто написанная автором 19 века. В манере литературных классиков того времени – Чарльза Диккенса, Уильяма Теккера и Джейн Остин. Уровень стилизации и реализма настолько высок, что кажется, будто перед нами книга из параллельного мира. Сюзан Кларк создала остроумную, ироничную, немного пугающую, но вместе с тем трогательную и грустную историческую фантазию, литературную магию высшей английской пробы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова